Знаете ли вы самый главный недостаток проводных петличных микрофонов Боя? Нет, не знаете? Я вам расскажу. На этих самых микрофонах практически никак не прикреплена ветрозащита, и потерять её проще простого. Ветрозащиту Вот у вас капелька суперклея. Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Есть на уютном ютубчике всеми вам и любимой жанр с гордым названием мукбанг. И сегодня опять на моём канале будет долгожданный мукбанг. Но прежде чем мы приступим к этому увлекательному процессу, я пойду варить утренний воскресный кофе. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Что же явится предметом сегодняшнего мукбанга? А предметом мукбанга станут камчатские жареные с луком пельмени с лососевой начинкой, которые я буду пожирать со сметаной. Но ведь мукбанг невозможен без предварительной подготовки. Поэтому сейчас я покажу вам, как к этому самому всенародно любимому жанру уютного ютубчика я готовлюсь. Итак, смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот теперь все готово к приятному воскресному мукбангу. Но пельмени еще горячие, потому как они только с жару с пылу со сковороды. А так как я горячие не люблю, я напомню, что культуртрейгерам быть легко и приятно. Пока вонючие пролетарии грязными руками крутят гайки, культуртрейгер сидит в уютном доме и читает хорошие книги. Эту книгу я уже вам показывал. Это книга Ильи Сельвинского «Тихоокеанские стихи». Она вышла в свет в 34-м году века минувшего в Москве. Илья Сельвинская в 32-м году совершил большой воеждж по Дальнему Востоку. В результате и вышла вот эта самая книга. Уже по ее названию «Тихоокеанские стихи» можно понять, о чем она. Сельвинской довольно долго провел на Камчатке. И не только в столице Камчатской области и в Петропавловском районе. Он побывал также в Быстринском районе, где написал большой цикл стихов о ламутах. И этот цикл, кроме этой книги, больше нигде не публиковался. И поэму о Бусть-Камчатске, так как он побывал в Бусть-Камчатском районе. Но сегодня я прочитаю вам стихотворение, не имеющее отношения к Камчатке. Пока остывают пельмени, пока мукбанг не начался, вы услышите стихотворение с названием «Читатель стиха». Когда вам говорят, что этот или тот просматривает газеты, перелистывает прозу, что это дает, спрошу я вас попросту, ровно ничего не дает. Но если вам скажут, что он, дескать, вот читает Шекспира, цитирует Фауста, это что дает, скажите, пожалуйста, о, это многое дает. Читатель стиха не просто читатель. Читатель стиха – артист. Он не бубнит по рифмам, как дятел, не просто глотает сюжет картин. Он видит звуки, слышит краски, чувствует пафос, юмор, игру. И свои пузырьки, литературные карасики, ему не всучат с жемчужью икру. Ему не внушить, рассказавший прозаик, что это львы, да толстые при том. А что такое читатель-прозаик? Цыкни погромче и он, пардон. Он так равнодушен, читает в вагоне, пейзаж пропускает. Ищет любовь Гладков и Олеша, Прибой и Афонин. Ему безразлично, годится любовь. А наш, овеянный нашими снами, сам горит, как летящий болид. А наш, как родственник, дышит с нами и знает, что у кого болит. Читатель прозы прочел и двигай. Давай другого, а первый, катис. Она ж, как с девушкой, дружит с книгой. Читатель стиха, артист. Он еще смутен, этот читатель, он еще назревает, как бой. Его между нулей не учли в госиздате. Но он управляет нашей судьбой. Как часто критические стрептококки душат стих, как чума котят. И под завесой густой дымагогии в глобус землю втиснуть хотят. Сколько раз, отброшен на мель, рычишь, надоело. К черту согнули. И как малиновую карамель со смаком всосал бы кислую пулю. И вдруг получишь огрызок листка откуда-нибудь из-за бухты пассиета. Это, великая читатель стиха, почувствовал боль своего поэта. И снова, зажавший хохот в зубах, живешь, как будто ваграмы выиграл. И снова идешь, среди уя собак, своей привычной поступью тигра. Илья Сильвинский, читатель стиха, из книги «Тихоокеанские стихи», 34-й год 20-го века, Москва. А это стихотворение было написано Сильвинским на борту парохода «Пронта», норвежского парохода в Беринговом море, в 32-м году. А теперь пора приступать к увлекательному мукбангу. Для аппетита Привет из девяностых. Я, кстати, не зря не начал с этого, потому как есть все шансы опалить горло и хрипеть. Для аппетита Это домашний компот из смородины, потому как нужно сразу запивать. Воскресенье могу себе позволить. Сметана. тоже камчатская, производство Петропавловского молокозавода. Молокозавод столицы Камчатского края известен тем, что не производит продукцию из сухого порошкового молока. Итак, мы начинаем наш мукбанг. Жареные камчатские пельмени с лососевую начинкой, жареные с луком и пожираемые мною со сметаной. Замечательно. Пельмени с рыбной начинкой нравятся мне куда больше, нежели с мясной. Ну а начиненные лососем вообще прекрасны. Кстати, знаете ли вы, что Камчатка является сейчас единственным в мире местом, где массово не лестится дикая лосось? В том числе на двух озерах, на Ажабачьем в Усть-Камчатском районе и на Курильском в Усть-Большерецком районе нерестятся самые крупные в мире стада красной. Еще так называемые нерки, считающиеся самой вкусной, самой полезной, самой лучшей лососевой рыбой. Это уже отставлю в сторону. В свое время, такие же огромные стада лосося не листились и на Аляске. Но они были выбиты там почти до основания. Этому, кстати, посвящена замечательная книга Джима Лихатовича «Лосось без рек». На Аляске сейчас пытаются восстанавливать стадо дикого лосося, максимально ограничив его промысел. И думаю, через несколько десятков лет это стадо восстановится. Камчатке повезло, что она, несмотря на то, что считалась рыбным цехом страны, была достаточно закрытым регионом, без серьезной промышленности. И рыбный промысел в советское время все-таки был достаточно допотопным. И даже в годы Великой Отечественной войны, когда рыбу ловили без всяких квот и лимитов, пытаясь выловить максимальное количество, из-за бедности и убогости рыбопромысловой отрасли, камчатского лосося выбить не удалось. Поэтому он и сохранился. А я продолжаю мук-банг. Пожелайте мне приятного аппетита. Да, пожалуйста. Если вы живете не на Камчатке, то тогда, пожалуйста, напишите вот там, внизу, в комментариях, доводилось ли вам пробовать лососявые пельмени? Самый вкусный лосось – это так называемый серебряный лосось, которого промышляют в море с давными неводами. Тогда он еще не вошел в реки. Вкус его мяса не изменился из-за смены соленой воды на пресную, так же, как и вкус икры. И чем ближе к нересту, тем более так называемым лощавым становится лосось. То есть наступают уже предсмертные изменения. Плоть перерождается в хрящи, икра становится твердой и несъедобной. Ешьте морского лосося. Музыка, Смотрите продолжение в следующей серии. Что до камчатских стихов Ильи Сельвинского. Те из них, которые не вошли в желтый худлитовский шеститомник, войдут в составленную мною вместе с мою женою Татьяною антологию стихи о Камчатке. Эта антология выйдет в свет в следующем, в 2021 году. Она построена в основном на публикациях из периодической печати. Не только Камчатской, но и периодики материка. Но немного там будет взято из редких книг. Кстати, самое первое стихотворение о Камчатке, которое войдет в эту антологию, было написано в 1854 году. Человек должен читать стихи. Для того, чтобы чувствовать слово. Впрочем, об этом уже писал Сельвинской. И вы десяток минут назад услышали мнение поэта. И вот, никогда не читайте массово навязываемые сейчас книги по саморазвитию, самопродвижению, по маркетингу, по тому, как стать бизнесменом. Читайте художественную литературу. Она научит вас мыслить широко и не в рамках примитивных схем. Камчатская сметана по своей консистенции такова, что, ежели поставить в нее ложку, ложка останется стоять. И вот он, последний пельмень с лососем, пожиранием которого я и завершу свой сегодняшний утренний мукбанг. Теперь пришла пора сказать правду. Это не спирт. Это обычная вода. Я алкоголь не употребляю. Алкоголь вреден для здоровья. И вам не рекомендую употреблять алкоголь. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. В особенности, если вам нравятся пельмени с рыбой. Ежели же вы предпочитаете жрать кугл, ставьте дизлайки. Пожалуйста, пишите внизу под роликом ваши комментарии. Задавайте вопросы. Я непременно на них отвечу. Вы послушали стихотворение Ильи Сильвинского. Вы, сгладывая слюбки, следили за камчатским мукбангом. Если вы на моем канале впервые, то сейчас в правом нижнем углу экрана появится подсказка, выполним рекомендации которой вы не будете пропускать новые ролики на канале. Вот эта подсказка. Делайте то, что она вам велит. Сделали? Кнопочка подписаться из красной стала светло-серой. В ней появились два волшебных слова. Вы подписаны? Колокольчик вы тоже нажали. Ай, молодцы! Я горжусь вами. Вы будете получать уведомления о новых выпусках моего видеодневничка. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин